Шахиды воюют в рядах вооруженных сил РФ. Об этом уже открыто заявляет украинское командование. Речь, правда, идет не о тех смертниках, которые захватывали детей в Беслане или зрителей Норд-Оста. Шахиды — это иранские беспилотники, которые Россия тайком закупила и сейчас вовсю используют в Украине. Официально про передачу дронов не заявляла ни Россия, ни Иран. Напротив, оба МИДа заверили, что передачи не было, но факты — вещь упрямая. С конца лета использование шахидов зафиксировали украинские разведчики и спустя несколько недель их уже научились избивать. Это аппараты, которые промаркированы российским наименованием «Герань-2», но один в один напоминают известные иранские беспилотные дроны «Камикадзе» Шахид-136. Успехи ВСУ по уничтожению шахидов эксперты частично связывают с израильской делегацией в Киев 7 сентября этого года. Несмотря на то, что земля обетованная до сих пор не решилась поддерживать Украину оружием, по некоторым данным там согласились помочь хотя бы советам. В частности, как эффективно противодействовать иранским беспилотникам. То, что у Израиля может быть информация относительно самих этих беспилотников и тактики применения Ираном, и также, возможно, какая-то внутренняя информация о характере военно-технической связи между Россией и Ираном, ну, тут есть тоже очень большая вероятность. К примеру, уже удалось установить, что Шахид-136 целиком состоит из доступных компонентов, а не военных. Так как разработка его велась страной, которая уже несколько десятилетий находится под санкциями. А, следовательно, бороться с ними значительно проще, чем, к примеру, с западными. Те же системы навигации, передачи данных и так далее в этом случае могут, скажем, выводиться из строя и вот таким образом можно будет бороться. Но недооценивать эту угрозу тоже не стоит. Беспилотник хоть и проектировали в условиях технического дефицита, но если вовремя не засечь вражескую птичку, она вполне способна поразить цель. Это, в принципе, немаленький аппарат. Его общий вес где-то в районе 200 килограмм. И он способен нести боевой заряд весом в 40 килограмм. Это очень серьезная, скажем, так, угроза. И этот аппарат может применяться как для нападения на стационарные объекты, так и для ударов по различным целям на поле боя. В сегодняшних сводках об иранских беспилотниках тоже слышно. Враг продолжает воздушную разведку с использованием беспилотников. Также активизирует воздушные атаки с использованием иранских дронов-камикадзе типа «Шахиб-136». Именно таким способом нанесен удар по портовой инфраструктуре Очакова. Один из двух атакующих дронов был сбит нашими подразделениями. Утром еще один дрон-камикадзе «Шахиб-136» атаковал Кривой Рог. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв. Но своих беспилотников, пусть даже и не самых современных, по данным разведок разных стран, Иран нелегально продал России в достаточном количестве, чтобы они помогли оккупантам вредить украинской инфраструктуре, а главное – людям. Поэтому на борьбу с нелегальной продажей оружия стране-агрессору, включая беспилотники, должно единым фронтом встать без исключения все цивилизованное мировое сообщество, которое декларирует поддержку Украины и осуждение агрессии Кремля. Субтитры создавал DimaTorzok